Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Летом, конечно, все видео у меня будут на улице, скорее всего. Но если я не буду показывать обзоры. Сегодня мое видео будет это колотея орбифолия. Вот такая красотка. Сегодня я буду ее пересаживать в другое кашпо, нашу тропиканочку, и немного познакомлю, кто не знает, что это за растение. В природе она произрастает в тропических лесах в Южной и Центральной Америке. Она достигает высоту 60-80 см, а в ширину до метра. То есть вот такая вот тропиканка, такая красота. И ее очень любят цветоводы, за ее декоративный вид. У нее очень красивые листья. В природе тропиканочка эта может порадовать и цветением. Колотея орбифолия относится к семейству маранковую. Орбифолия, как и другие колотеи, нуждается в правильном уходе. Не прощает таких грубых ошибок в уходе за ней. Ее, конечно, рекомендуют уже выращивать опытным цветоводом. И сейчас я скажу, как нужно ухаживать за ней в домашние условия. Поэтому в уходе за ней нужно соблюдать некоторые условия. Первое. Она не переносит прямое попадание солнечных лучей. Ее нужно притенять. Второе. Она не терпит переувлажнения почвы. Ее нужно поливать при просыхании верхнего слоя почвы на 3 см примерно. Получит побольше мышцы. И третье. Она не переносит сквозь муку. Четвертое. Она не терпит резких перепадов температуры. Если, допустим, зимой ее оптимальная температура 18-20 градусов, то в летний период она почитает 25-30 градусов, но не выше. Следующее условие. Это, конечно, влажность воздуха. Так как наша просотка тропикантом, она требует высокую влажность воздуха. То есть горшок можно поместить на поддон с керамзитом, добавив туда воды. Вода будет испаряться и тем самым будет увлажнять листья ее. Либо увлажнить ее. Растение комфортно себя чувствует при мягком освещении. Она теневыносливая, но это не значит, что ее нужно затолкать в какой-то дальний угол. Если она не будет получать солнечного света, мягкого цвета, то у нее потеряется декоративность листья. Она просто будет зеленой в капусте. А если наоборот будет много солнечного света, то она будет такая буро-коричневая и будет скитывать листья, и как может она погибнуть. То есть нужно выбрать золотую середину. В общем, летом ее нужно притенять от прямого солнечного света, то есть это восток, либо запад окна, если ее разместить. Либо на полу, чтобы тоже получало какое-то количество солнечного света. Но это у меня помощник тоже решил вставить свое слово. Спасибо. А зимой нужно досвечивать, потому что в зимний период у нас не хватает светового дня. Поэтому нужно растение досвечивать. И обязательно грунт. Я сейчас буду ее переваливать, и я уже приготовила грунт, и расскажу вам, что я туда, какие компоненты добавила. Она предпочитает рыжий грунт, сладо-кислый. Я приготовила вот такой вот ей кашпо, здесь очень хорошее бельнажное керстье. И приготовила такой я грунт. У меня здесь грунт я купила готовый для фиалок, он такой очень питательный. Добавила сюда конский перегной, он у меня такой же перекрепший. Очень мелкую сосновую кору добавила ей, потому что она любит слабо-кислый грунт. Добавила сюда немного перлита, вермикулита и древесный угол. И получился вот такой вот, смотрите. Даже не промешала я его сейчас, промешаю. Смотрите, какой вообще классный, рыхлый грунт. Получилось то, что нужно прям. И он достаточно питательный. И воздухопроницаемый получилось. На дно обязательно я насыплю керанзит. Ну, вообще классный грунт. Насыпала грунт туда. Я здесь посмотрела, у меня здесь уже полезли корешочки. Поэтому можно ее-то уже будет перевалить побольше. Пусть растет большой и красивой. Корешочки у нее хорошие. Листья у нее прям так прикрывают, что даже плохо видно. Поливать я ее не буду, так как она у меня, у нее у корней влажный грунт. И тем более она у меня стоит на бобдоне с мокрым керанзитом. Так что нормально. И здесь он такой не сухой, а такой блажноватый. То есть вообще хорошо. Что нужно. Выбрала я ей такое кашпо, потому что я хочу вырастить большое растение. И поэтому с этого кашпо мне будет удобнее ее перевалить. Вот такая красавица. Ну, вот так получилось. Как я вам и говорила, я поставила на поддон. И налила туда водички, там у меня керанзит. То есть у нее влажность воздуха есть вокруг нее. И сейчас домой унесу. Поставлю ее на такое место, где на нее падает солнышко такое. В общем, там все хорошо. Буду держать вас в курсе. Обязательно буду ее показывать вам, как она у меня растет, как развивается. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok